Здравствуйте! В эфире телекомпании Обдинск ТВ. Новости в студии Георгия Розоваева и Дарья Человекова. Главная тема сегодня. С участием министров здравоохранения двух государств в Обдинском медицинском и радиологическом научном центре имени ЦИБа прошел российско-армянский форум по здравоохранению. Ученые-новаторы. Компания Медбиофарм отметила 20-летие. Об антитеррористической защищенности учреждений образования. Все обдинские школы будут обеспечены охраной. Новая профессия. Цифровой консультант. Ликвидация компьютерной безграмотности среди пожилого населения набирает темпы. Круглый стол волонтеров. В Обдинском молодежном центре состоялась встреча руководителей добровольческих организаций. Сегодня в Обдинске в медицинском и радиологическом научном центре имени ЦИБа прошел 4-й российско-армянский форум по здравоохранению, посвященный актуальным проблемам лечения онкологических заболеваний. Участие в форуме приняли министры здравоохранения обеих государств Вероника Скворцова и Арсен Тарасян. В программе форума 4 пленарных сессии, в ходе которых выступали с докладами ученые из России и Армении. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова напомнила, президент страны поручил к 2024 году снизить смертность от онкологических заболеваний. Ранняя выявляемость болезни должна достичь 70%, а пятилетняя выживаемость после выявления злокачественных образований должна превысить 60%, что на сегодня является крайне высоким показателем даже для развитых стран. Планируется выработать тотальную настороженность к онкологическим заболеваниям у врачей первичного звена, для чего будет внедряться специальная интерактивная, хорошо иллюстрированная образовательная программа. Эта программа начала внедряться в 2017 году и в настоящее время уже 80% всех участковых терапевтов прошли обучение по такой программе и получили сертификат. Развитие средств предотвращения, профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями тесно связано с инновационным развитием. Министр здравоохранения подчеркнула, чем меньше будет зазор между разработкой новейших методов выявления и лечения раковых заболеваний и введением новых методов и технологий в массовое применение, тем больше жизней удастся спасти. Создание системы, когда каждый человек, где бы он ни проживал на нашей огромной территории России, имел бы возможность не только сформировать быстрые подозрения об онкологическом заболевании, но в течение 14 дней поставить точный диагноз. Арсен Тарасян, министр здравоохранения Республики Армения, тоже говорил о важности развития инновационных технологий, отдельно выделив и важность формирования кадрового капитала. Здоровье населения – краеугольный камень благосостояния страны, считает Арсен Тарасян. Несмотря на неоспоримый прогресс в обеспечении и укреплении здоровья населения наших стран, возникают все новые глобальные вызовы в области здравоохранения. Они требуют объединения и интеграции усилий всех партнеров. На предстоящие несколько лет есть большие планы по использованию передовых методик лечения онкологии, протонных технологий. В своем докладе генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн подчеркнул, что более 200 приборов, необходимых для такого метода лечения, требуются России, и его медцентр готов помочь в реализации такой задачи. Важным элементом в борьбе с онкологией и одной из важнейших задач является создание единой противоонкологической службы. Основными направлениями развития онкологической службы является профилактика злокачественных наобразований, здесь и диспансеризация, и скрининг, эффективная диагностика злокачественных наобразований, ядерная медицина, грамотная маршрутизация пациента, развитие кадрового потенциала. Глава региона Анатолий Артамонов в своей речи, а по его словам выступал он как человек далекий от медицины, но рассматривающий ситуацию с позиции народа, подчеркнул, что важно развивать пункты оказания медицинской помощи в стране, чтобы человек мог обратиться за помощью и вовремя получить ее. В области как раз активно идет подготовка фельдшерско-акушерских пунктов. Также глава региона высказался относительно факторов, оказывающих отрицательное воздействие на массовое сознание. На телевидении, в других средствах массовой информации. Что нам предлагают? У вас что-то заболело? Идите, возьмите обезболивающее. Выпил эту обезболивающую таблетку, все вроде перестало, никуда не иду. Тем более раз это телевизор говорит, значит это не вредно. Завтра накуплю полную сумку и буду эти таблетки употреблять, мне никуда ходить не надо. Пришел, проверил, там уже четвертая стадия. Доклады были посвящены самым разным темам. Инновационным технологиям в лечении онкологии, инсульта, инфаркта миокарда и многому другому. Учитывая, что в форуме принимали участие делегации из двух стран, то взаимоотношениям и взаимопомощи в сфере здравоохранения между Россией и Арменией также уделили особое место. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 6 декабря в Обнинском доме культуры ФИИ состоялся торжественный вечер, посвященный 20-летию компании Медбиофарм. Среди приглашенных гостей руководители города и региональных министерств, представители депутатского корпуса, партнеры по научным проектам и бизнесу. Мероприятие прошло в форме презентации, рассказывающей об истории предприятия и его достижениях. Созданная в 1988 году группой ученых-энтузиастов, предприятие тогда занималось проблемой ликвидации дефицита йода у населения. Была разработана технология йодирования молочного белка, которая стала широко использоваться в промышленном производстве. Новую органическую йод, содержащую добавку йод-казеин, сегодня используют около 500 предприятий в России и странах СНГ при производстве хлеба, молочных и кондитерских изделий, колбасы и многого другого. Постепенно предприятие выросло сначала в группу компаний Медбиофарм, а затем в биофармацевтический альянс Компетенции – парк активных молекул. Некоммерческое партнерство, созданное для помощи ученым-новаторам. Сегодня шесть проектных компаний Альянса являются резидентами Сколково. Идет работа над более чем 20 биофармацевтическими проектами, преимущественно в области онкологии, неврологии и кардиологии. В октябре прошлого года было принято постановление правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности учреждений образования и науки, в соответствии с которым все школы и детские сады должны быть обеспечены охраной. В Омнинске на сегодняшний день охрана организована только в семи школах из шестнадцати. Там в этом постановлении определенные требования тоже к охранным организациям. Это должна быть круглосуточная охрана, должны быть лицензии на этот вид деятельности, должны быть специально обученные люди, оснащенные соответствующим оборудованием. На сегодняшний день у нас из шестнадцати муниципальных школ семь школ обеспечены таким видом охраны. Я могу даже перечислить четвертая, седьмая, одиннадцатая, гимназия, держава. Однако нужно обеспечивать охраной все обнинские образовательные учреждения. Эта тема неоднократно обсуждалась с депутатами обнинского городского собрания на различных заседаниях. Действительно, есть постановление правительства и его необходимо выполнять. На данный момент охраной обнинских школ занимается частное охранное предприятие «Партнер». Его деятельность проверила комиссия в составе представителей отделов неведомственной охраны по городу Обнинску и Управлению общего образования. Были выявлены серьезные нарушения. Так, например, некоторые сотрудники не имеют лицензии на данный вид деятельности. Есть нарушения и введения документации. Сейчас разрабатывается достаточно жесткое техническое задание в соответствии с рекомендациями министерства, которое предполагает, что на конкурс выйдет охранная организация с серьезной репутацией, которая сможет обеспечить безопасность всех шестнадцати городских школ. Хотим провести консолидированные торги, чтобы все в одних руках. Просто когда консолидированные торги, единое техническое задание, просто разбито по школам. Ну и, наверное, легче разговаривать с потенциальными подрядчиками. Можно в органе управления образования сразу еще раз жестко проговорить все требования. Контракт будут подписывать с каждым образовательным учреждением отдельно. Средства на охрану школ планируется выделить из городского бюджета. Как сообщило на одном из заседаний комитета по бюджету, финансам и налогам, начальник управления финансов администрации Обнинск Людмила Коновалова, бюджет будет дополнен соответствующей статьей расхода. И к сентябрю следующего года все обнинские школы будут обеспечены охраной. Елена Ершова, Максим Сечко, Обнинск ТВ Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 6 декабря в 9.40 на проспекте Ленина было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По словам мужчины за рулем маршрутного такси марки «Фиат», его зацепила снегоуборочная машина. Но, по всей видимости, ее водитель удара не заметил и уехал с места аварии. Сотрудники ДПС должны установить машину и личность водителя и разобраться в данной ситуации. Примерно в это же время небольшая авария произошла на проспекте Ленина. По предварительной информации, водитель за рулем внедорожника БМВ, выезжая на главную дорогу, остановился пропустить поток машины, у которых было преимущество. А девушка за рулем автомобиля марки «Лада» не успела нажать на педаль тормоза и врезалась в заднюю часть кузова иномарки. К счастью, и в этой дорожной ситуации пострадал только транспорт. В 10 утра у третьего учебного корпуса Института атомной энергетики не смогли разъехаться еще два автомобилиста. Рено и Ки получили несущественные, но тем не менее обидные повреждения кузова. Этим же днем в полицию обратился и владелец вот этой отечественной легковушки марки «Лада». Со слов хозяина машины, за ночь кто-то скрутил и похитил четыре колеса, поставив транспорт на три деревянных пенька. Автомобиль был припаркован на стоянке улицы Шацкого, и системой сигнализации оснащен не был. Точная сумма ущерба на данный момент устанавливается, но по предварительным подсчетам потерпевшего составит порядка 10 тысяч рублей. Правоохранители уже занимаются поиском злоумышленников. После полудня примерно в час дня очередное ДТП на улице Белкинской. Причиной этого столкновения стала невнимательность. Водитель за рулем КамАЗа, перестраиваясь из права ряда в левый, не заметил и не пропустил «Газель». В результате этой аварии пострадавших нет. Буквально через час на проспекте Маркса столкнулись с иномаркой отечественная легковушка. Автоледи на ВАЗ-2109, выезжая с кольца на главную, не уступила право приоритетного проезда девушке на «Шевроле». Столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому помощь медиков участникам ДТП не потребовалась. А вечером на проспекте Ленина водитель за рулем отечественной легковушки притормозил перед автомобилем, который поворачивал налево. В это время мужчина на «Митсубише», который двигался за «Ладой Ларгус», не ожидал такого маневра и допустил столкновение. Данная встреча обозначилась вмятинами на обоих автомобилях. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». 6 декабря в Обнинском молодежном центре состоялся круглый стол с участием руководителей волонтерской организации. На собрании рассказали об итогах уходящего года и обсудили цели на будущее 2019 год. В 2018-м добровольческими организациями «Наукограда» было подготовлено 82 мероприятия. 30 проведено волонтерами, не входящими в то или иное объединение. В Обнинске сейчас зарегистрировано 5 волонтерских объединений, в которых участвует более 120 человек. Это волонтеры-медики, скауты, волонтеры-победы, социальные и событийные добровольцы. Были выделены и основные задачи на 2019 год. Это инициирование мероприятий, которые объединят все волонтерские организации взаимодействия со средствами массовой информации для того, чтобы популяризировать добровольчество в городе и совместная работа с молодежным центром. Участники встречи уверены, волонтерское движение в «Наукограде» будет развиваться. В библиотеке сельского поселения Кудинова в четверг состоялось мероприятие, нацеленное на ликвидацию компьютерной безграмотности среди пожилого населения. Также нашей съемочной группе рассказали про новую профессию, с помощью которой планируется и дальше нести пиксельное знамя компьютерного просвещения. Дмитрий Глухов продолжит. Калужская область вошла в число 12 регионов, в которых будет реализована программа по созданию центра цифровой грамотности. По инициативе общества знания была создана новая профессия – цифровой консультант. Малый Рославецкий район попал в число тех, где будут обучены и подготовлены первые специалисты по данной профессии. Компьютер в зале, где проходило занятие, только один. Но Татьяна Артемова объясняет, что для цифровых консультантов будет приобретена необходимая техника, чтобы они могли выполнять свою работу. На сегодняшний момент 67 миллионов российских граждан востребовано вот это вот консультирование по цифровой среде, по цифровой грамотности. Если это брать Калужскую область, то это порядка, переносить эти цифры, то это порядка 400 тысяч граждан, для которых востребована и эта новая профессия, и эта новая услуга. Библиотекари из разных населенных пунктов, которые присутствовали на занятии, также будут обучать желающих на базе библиотек в своих деревнях. Основной упор делается на безопасность в интернет-пространстве, поскольку неподготовленные люди, открывая для себя безграничный мир новых возможностей, зачастую не могут уберечься от кибермошенничества. Обучают пожилых людей и навыкам владения социальными сетями, так как многим из них это крайне интересно. Например, одна из наших обучающихся, ей 82 года, она купила квартиру в новом доме, зарегистрировала социальную сеть жильцов этих домов и занимается, ну как старшая по дому, благоустройством, решением всех вопросов и активно использует эти сервисы. Конечно, обучать владению порталом госуслуги важно, но людям серебряного возраста хочется также постичь и лирическую сторону дела. Ну, пытаюсь тоже что-то посмотреть, вот ходим на хор, допустим, песню записать, найти слова, можно найти стихи в муку найти, что-то выучить. Мне нравятся там какие-то песни, которые раньше пели, не теперешние песни, а которые раньше, ну такие, 80-х годов. На семинар в Кудиновскую библиотеку пришло больше 20 человек, заинтересованных в получении новых знаний и готовых стараться идти в ногу со временем. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Кудинова. И на сегодня это все. Мы прощаемся с вами и желаем хороших выходных. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске программы новостей, которая выходит в эфир по будням в 19 часов. Встретимся в понедельник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова